И сегодня же Иосиф Кобзон подвел итоги рабочей поездки в Забайкальский край. Напомним, накануне он побывал в Агинском Бурятском округе, где встретился с представителями религиозных конфессий, а также принял участие в юношеском турнире по хоккею памяти героя России Алдарца Денджапова. Посетил депутат и поселок Первомайский Шилкинского района. Иосиф Давыдович пообещал разобраться в критической ситуации, которая сложилась на основном предприятии поселка Забайкальском ГОКе. По словам депутата, он на грани банкротства. Рабочие 9 месяцев не получают заработную плату. Иосиф Кобзон по возвращению в Москву намерен обратиться в высший арбитражный суд. Также депутат пообещал помочь в организации проведения дней Забайкальского края в Москве. Точная дата пока не назначена. Планируется выставка достижений промышленности, выступления фольклорных коллективов региона. Однако, как уточнил Иосиф Давыдович, сегодня у него много вопросов к Министерству культуры края. Очень плохо работает Министерство культуры. Оно никак не работает. Сами выживает. Я задавал вопросы не потому, что я к сыроват, как отношусь предвзято, а потому, что объективные вещи, мимо которых я не могу проходить. Тем более, что я на сегодняшний день являюсь первым заместителем председателя Комитета по культуре Государственной Думы. И мне не безразличны вопросы культуры в регионах. И как их развивают, и как к ним относятся, для меня представляет определенный и очень важный интерес. Так вот, с кем бы я ни говорил, с кем бы я ни общался, все мне говорят, что никакой помощи от Министерства культуры мы не получаем. Мы сами находим средства, сами приезжаем на фестивали. И в завершении пресс-конференции Иосиф Кобзун обратился к забайкальцам с просьбой проявить гражданскую активность и принять участие в выборах президента России 4 марта. Какое будущее ожидает страну, зависит от каждого, подчеркнул депутат Госдумы и добавил, что сам он за стабильное и поступательное развитие России. Субтитры создавал DimaTorzok